Суды, миллионные штрафы и пени. С подрядчика, сорвавшего сроки выполнения контракта и некачественно построившего тротуары на улице Ленина, спрашивают со всей строгостью. Ведут в городе претензионную работу в отношении компаний, выполнявших капитальный ремонт жилых домов, рассказывает Татьяна Козырь. Второе лето подряд жители города вынуждены терпеть неудобства из-за реконструкции тротуара на улице Ленина. В прошлом году за эту работу взялась пермская фирма, но с задачей не справилась. По сей день работы у подрядчика не приняты, соответственно и не оплачены. Сейчас работают три бригады на участках этих тротуаров, переделывают все недостатки, которые были допущены во время их обустройства. Соответственно, провалы, подходы, бордюрный камень, расстояние между плиточек, ровность выкладывания этих плиточек, наклон этих плиточек, чтобы вода не стояла у нас. Тротуары переукладывают полностью, начиная от основания, но и сейчас не обходится без замечаний. Рабочие то и дело устраняют дефекты, выявленные специалистами УКЗ. Условиями муниципального контракта предусмотрена была сдача объекта к 1 октябрю 2019 года. За период со 2 октября по настоящее время, то есть идет просрочка, работы заказчику не сданы, в связи с чем начислены были пени в размере 3 миллионов 100 тысяч рублей, они уже удержаны в доход бюджета города. С нарушением сроков исполнения контракта была завершена и реконструкция улицы Новой. Выполняла ее ноябрьская фирма. Качество обустройства этого участка не прошло испытания зимой. В результате весной перед жителями открылись полуразрушенные тротуары. Вдобавок просела часть дорожного полотна. В этот год, в данный момент, уже идет завершение гарантийных обязательств, где были переложены, переукладываны новые тротуары, установленные согласно требований ГОСТа, были установлены тактильные плитки для слабовидящих. И буквально на днях мы произвели замену дорожного полотна верхнего слоя, то есть асфальтирование провели. Предъявлены были штрафы и пени. В данный момент решение суда уже вынесено в нашу пользу. Взыскано около 570 тысяч рублей пени за просрочку выполнения работы. Согласно контракту, подрядные организации несут ответственность за качество своей работы на протяжении пяти лет. Если в этот период выявляются какие-либо дефекты, они устраняют их за свой счет. К примеру, сейчас юридическая служба УКЗ ведет претензионную работу с подрядчиками, которые производили капремонт жилых домов, начиная с 2017 года, добрую часть которых уже необходимо ремонтировать заново. Протекание кровли. Второе – это фасад. Краска, которая выдержала буквально год, и она начала сниматься уже, расслаиваться, начала отпадать. Видимые вот эти повреждения. Дальше – это зачеканка швов между плиточными, швы между плиточными. Достаточно много. Это и козырьки на балконах, и боковые, значит, листовые части, которые крепились на саморезы, тоже пооткручивалось, все поулетало. Когда была приемка, был осмотр, там как бы работы не вызывали, качество не вызывало самим. Но со временем, в течение года-двух, лакокрасочное покрытие пришло в негодность. Мы в настоящее время получили исполнительный лист, направили его в службу судебных приставов. Только за нарушение сроков выполнения капремонтов в городе в общей сложности за последние несколько лет в фонд капитального строительства многоквартирных домов округа было взыскано порядка трех миллионов рублей. Также подрядчикам предстоит ответить перед судом по отдельным искам за некачественную работу. Татьяна Козырь, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.